Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня вместе с вами мы продолжаем проводить различные эксперименты на нашей любимой планете в игре под названием Birthdays the Beginning. А если вы хотите, чтобы следующая серия не задерживалась и вышла быстрее, и вообще серий было больше, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Это очень помогает, друзья. И чего мы только на нашей планете не делали. Мы выращивали разные виды животных, мы выращивали динозавров, мы выращивали горы, выращивали, если так можно сказать, океаны. И сегодня, друзья, я решил пойти несколько по иному пути, и я решил поэкспериментировать. Я начну устраивать глобальные катаклизмы, и мы вместе с вами посмотрим, к чему это может привести. В принципе, мой мир, который находится сейчас перед вами, сохранен, поэтому в случае чего, если все будет печально и грустно, я смогу его вернуть. Ну а в данный момент, друзья, я устрою глобальное похолодание на весь мир. Ба-бах! И температура понижается. Я даже еще раз нажму ба-бах! И температура должна понизиться еще больше. А теперь мы переносимся в макро-режим и смотрим, что же будет происходить. Насколько сильно будет понижена температура в ближайшее время. Сейчас у нас 32 градуса уже, 32 с половиной, 31 с половиной. Появляются новые виды. Уже произошли изменения. Но я должен температуру понизить еще больше. Во-первых, мой ледяной пик будет увеличиваться. Ну, его размер. И... Постихонечку на планете начнет появляться снег. Смотрите, я уже заметил одно место, где появился снег. Стоп, а температура больше не понижается? То есть один раз, когда я использую инструмент, температура понижается на 2 градуса? Как-то это слишком мало, друзья. Я хочу понизить температуру еще сильнее. Окей, придется заюзать оставшиеся инструменты. У меня осталось еще 3. Блин, я, честно говоря, думал... Эй! Написано, что на 15 градусов должна температура понизиться. Раз. Давайте, два. Эм, три. И посмотрим, что же у нас получится в итоге. Что-то, что-то как-то пошло не по плану. Я думал, 15 градусов по-любому будет изменение. Ну-ка, может быть, это в долгосрочной перспективе. Через время произойдут такие колоссальные глобальные изменения. Я не знаю. Оу, многие виды животных вымирают, друзья. Посмотрите-ка. Глобальное вымирание началось. Но появляются новые виды. Например, появился диплодокус. И давайте сразу перенесемся и посмотрим на эти самые новые виды. Где же они у нас родились? Оу. Жизни действительно стало мало, друзья. Где динозавры практически все вымерли. Ох. Друзья мои, друзья. Как-то это печально. Но появился какой-то то ли диплодокус, то ли диплокус. Я не успел прочитать толком имя. Такс, где же он будет жить? Что у нас вообще здесь? По идее, здесь тоже должен был появиться какой-то новый вид. Такс, такс, такс. И смотрим. Это какая-то новая рыба. Уже неплохо. Какой-то новый трек... Ааа, диплокаус. Я думал, диплодок будет. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Но я ожидал увидеть нечто более крутое, нечто более интересное. Ладно, перенесемся сюда. Кстати, уже на планете 23 градуса. Даже в случае чего, если я не буду загружать предыдущее сохранение, я смогу температуру на планете увеличить. Так что ничего страшного. Оба-на, новые рыбы появились. Хм. Но опять же, придется очень много времени тратить на то, чтобы мои вымершие виды возродились. Так, еще что-то здесь новое есть? Это новые рыбы? Или это новый тритончик? Новый тритончик. Очень уж много в последнее время у меня разных тритончиков. Может быть, жизнь пойдет по другому пути, и я наконец-таки увижу целую кучу новых интересных видов? Кто знает, кто знает. Так, что у нас здесь? А, на горе. Понимаю, на горе новый вид появился. Это что, это цветок, что ли? Нет, стоп. Не цветок. Еще выше поднимаемся. Оу, друзья, волчара снежный появился. Смотрите, какой милаш. Ааа, классика. Классика, классика, классика. Блин, какой он классный. И у него совсем не злые глаза. Блин, это какой-то... Это хаски, что ли? Аа, я не знаю. Ну, это классный песик. Очень классный песик. Ладно, смотрим дальше. Новая рыба появилась в океане. Где-то прямо подо мной. Это вот это, да? Нет. Стоп. Или это растение? Смотрим сюда. И где-то, где-то, где-то вот здесь. Да, это новые какие-то кораллы. Новые водоросли. Окей, что еще? Да, все-таки изменения подарили мне новые виды. И это уже неплохо. Очень много всего интересного должно быть на этой горе, как я понимаю. Мой медведь, скорее всего, вымер здесь, да? Нет? Медведь еще жив? А что тогда новая? Я не понимаю. Все же старая вроде бы. Такс, не вижу, друзья. Вы же... Аааа! Вот где. За горой. Вот. Какие-то новые тоже растения. Что это такое? Просто сухая трава какая-то. Ладно. И больше ничего, друзья, нового я не вижу. Но уже, уже мы получили песик. А люди, как я и говорил, смогут приспособиться. И они спокойно живут. Думаю, люди не начнут вымирать у меня в ближайшем будущем. Что ж, переносимся дальше. И смотрим, что же еще будут за изменения происходить. Появятся ли новые виды или нет? Ну, должны появиться. Оба-на! И Сэнния, но она была раньше. Но она сразу вымерла. Ничего страшного. Аллигатор! Стопэ, 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 стопэ! Аллигатор! Оу. Он что, вымер уже? Или вот? Или вот эта точка? Я видел аллигатора. Определенно точно. Где аллигатор? Аллигатор! Здорово! Хе-хей! Здесь люди, кстати, живут. Раньше здесь были только деревни. А теперь еще и люди бегают. Отлично! Деревни увеличиваются. Они то уменьшаются, то увеличиваются. В общем, все нормально. Ну и аллигатор реально очень гигантский. Я знаю, что аллигаторы большие, но... Ну, не таких же они размеров. Но не в несколько же раз больше человека. Жесть! Ну, прикольно, прикольно. Дальше. Едем дальше, друзья. Что же еще будет происходить? Я уже не знаю, каких животных стоит искусственно заставлять эволюционировать, друзья. Просто не знаю. Поэтому уже пошли в дело эксперименты. Нужно проводить разные изменения. Появилась пантера какая-то? Так. Так-так-так. Опять новые виды. Стоп. Ну, пантера же не могла появиться. Пантера, мне кажется, живет в более теплых условиях. Так, здесь я ничего не вижу. Обезьяны это мы уже видели. Цветы мы уже видели. Ты кто такой? Ты кто такой? Ты что такой вообще? Мегалания какая-то. Ничего подобного пока я не видел. На HSTG похоже, но больших размеров. Ладно. Ладно, хорошо, что у нас еще здесь. Ты у нас старый вид. HSTG, кстати, живет. Новый слон, друзья. Мамонт. Настоящий неподдельный мамонт. М. Мистер Трагонотери какой-то. М. Трагонотери. Ну и больше я ничего не вижу. А стоп. Стоп, 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 стоп. Что это за полосатый волк? Или это все-таки кот? Кот. Да, пантера, тигрис. Прикольно. Прикольно. Здесь их два. Один саблезубы, второй обычные. Но, блин, тоже выглядит прикольно, друзья. Посмотрите. Реально прикольно. Ладно, двигаемся дальше. Вроде бы я пока доволен результатом. Не зря я произвел такие изменения. И все-таки печально, что вымерли динозавры. Но, мне кажется, динозавры уже свою жизнь отжили. И хочется дать дорогу кому-то новому. Каким-нибудь новым интересным видом. Пантера, тигрис развивается. Опять новые виды. Ладно, переносимся. Я хочу абсолютно все новые виды зафиксировать. Их у нас довольно-таки много. Так. Опять ракообразное какое-то. Ах. Они уже повторяются. Неинтересно. Что-то еще появилось. Может быть, это растения? Или это водоросли новые? Ну, водоросли как-то не особо круто. Почти все, что было на карте, это были водоросли. Их очень много. Но меня это не устраивает. Вот он, пантера, тигрис классные. Так, здесь у нас что? Новые опять водоросли. Ну, сколько можно водорослей-то делать? Лучше бы вы разрабы сделали больше животных. Я думаю, животные могут быть здесь. Вот. Тут где-то. Или это будут новые растения? Мышки мы видели уже. Это волки? Стоп. Ну, волки тоже сфотканы. В чем тогда проблема? Цветочки вот эти? Нет, тоже были. А что это тогда? Стоп. А-а-а. На горе. Вот птица. И наш тираннозавр еще выжил? Друзья, не может быть. Он жив. Он жив, друзья. Он жив. Хотя здесь очень холодно, но он жив. Это какой-то, видимо, ледяной тираннозавр. Северные. Я думал, динозавры-то особо на севере и не жили, потому что, ну, все-таки это хладнокровные существа, и им как бы нужно постоянно согреваться. Странно. Что еще? Еще одно живое существо где-то, где-то, где-то у нас вот здесь. Да. Да, где-то вот тут. Что это такое? Что это за медведь такой? Что-то, что-то напоминает енота. Мегатериум. По его хвосту. Но это не енот. Блин, тоже прикольный медведь. У него гигантские когти. Это жесткое оружие, друзья. У обычного медведя, хотя у обычного медведя тоже есть когти, но они немножко поменьше, чем у мегатериума. Мегатериум классный тоже. Гигантский реально как будто бы енот, друзья. Прикольно. Реально прикольно. И обезьянка сзади улыбается, мол. Ти-ти-ти-ти-ти. Все нормально. Она не боится, что ее может мегатериум съесть, но мегатериум жесткий и классный. Дальше. Дальше. Больше видов. Да. Я знал, как нужно все-таки дать очередной толчок эволюции. И у нас это удалось. Замечательно. Хайена какая-то. Ну, мне тоже кажется, это водорослина какая-то будет. Еще, может быть, что-то? Нет. Походу, друзья, пока на этом все. Изменения, конечно, классные. Сильные. Но пока новые виды не рождаются. Так. Ну и где это создание новое? Ха. Это не водоросли. Ну, может быть, это растение? Одно должно быть на горе вот на этой. Я так понимаю. Да поднимайся давай. Хм. Не тут. Значит, ниже. А что это такое? Цветы? Нет, не цветы. А что это появилось-то? Не могу увидеть. Бычара у нас был же, да? Да. Обезьяна была. Может, это этот волк? Ну, давай. На волка нажмись. Наведись. Нет, не волк. Стоп. Я не могу понять. Смотрим. И оно должно быть прямо вот здесь где-то. Не бык. Явно не бык. Нет. Мышка? Нет. Обезьяна? Нет. Не понимаю. Вот же, вот же. Где-то прямо здесь должно быть это существо новое. Ну, или растение. Я не понимаю. Это мы уже видели. Ладно, перенесемся сюда немного. Куда-нибудь это дерево может быть? Что я не могу сообразить, друзья. Я не вижу. Я не могу понять, что же это новое появилось. Оно на карте отмечено, но что это? Не цветы же это. Вот эта штука. Нет, не она. Прямо подо мной должно находиться. Но в конце-то концов. Волчара у нас был уже. Так ведь? Да, был. Ладно, попробую с такого ракурса посмотреть. Может быть, что-то и найду. Нет, друзья. Я просто не могу понять. Может быть, вот этот цветок? Нет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не понимаю. Может быть, оно в воздухе летает. А я, блин, туплю, друзья. Такое ж может быть. Это, может быть, птица новая какая-то? Не, нифига не видно. Вообще не понимаю. Вот здесь, возле воды. Смотрите. Прямо вот тут вот. Вот оно. Нет. 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 Я не понимаю. Это рыба. Нет, не рыба. Чё со мной не так? Чё я так жестко топлю, друзья? Я не могу сообразить. Ладно, полетим в другое место. А то я могу здесь провести кучу времени и нифига не найти. Буду только тупить. Здесь что-то новое появилось. Так же. Так. Оуу. Гиена. Гиена. Серьёзно? Да, гиена. Ха. А я почему-то читал Гаена. Ээээ. У меня поехала крыша, друзья. Не правда ли? Ладно, я не могу успокоиться. Я хочу ещё раз проверить. Вот эта штука бегает, да? Нет, это не она. Я не понимаю. Вот прямо здесь должно быть что-то. Вот прямо где-то вот тут. Я не вижу, друзья. Хоть убейте вы меня. Опять не вижу. Ладненько. Переносимся опять наверх и смотрим. Что-то ещё должно произойти. Может быть, этих видов станет больше. Я всё-таки смогу их зафиксировать. Но потому что что-то меня башка не варит. Не догоняю. Хоть вы убейте меня. Не понимаю, что же там такое. Пантера Пардус и какой-то Элтситолис. Бореалис. Ну, куча всего нового. Опять же, нужно на это посмотреть. Так-с. Эм, где-то здесь должно быть. Наверху. Птичка. Вот птичка. Это по-любому новый вид. Отлично. Сфоткали. Замечательно. Зафиксировано. Северная птица. Но здесь что-то ещё внизу есть. Слоняра новый. Хе-е. Ну, а что у него такой странный цвет? Секлотис какой-то. Да, мы сделали климат, друзья, на планете холоднее. И поэтому большинство динозавров отправилось в иной мир. А здесь новое существо я так найти не могу. Вот прямо на горе должно быть. Прямо на горе должно быть. Ну, я не могу понять. Вот оно прямо отображается же на горе. Поднимайся давай. Да поднимайся. А. Дурацкая камера. О. Сфоткал. А, нет, это пантера Пардус. А я искал не пантеру здесь. Ладно, фиг с ним. Что-то ещё снизу. Где-то, где-то, где-то. Вот тут вот. Возле динозавра. Динозавр был. Цветы были. Дерево это я тоже помню. Но ничего не хватается. Волчара тоже был. Не понимаю. Видимо, какой-то баг. Или я реально максимально слепой человек. Но да ладно, друзья. Пока на этом мы остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Несколько интересных живых видов нам удалось вырастить. Люди местами, конечно же, вымерли. Но зато развиваются постепенно современные люди. И отстроили ещё один замок. Ещё один город. Вау. Три замка. Жесть. Видимо, для них это кайфовые условия. Я думал, как можно увеличить их количество. А вот всё оказалось просто. Нужно понизить просто температуру. Тогда условия стали более комфортными. Ну и пока, друзья. На этом всё. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!